доброе утро народ мы проснулись спасибо герасим васильевич у вчера не разбудил спать очень хотелось частное слово у нас встроены ряды к сожалению у и ах не сработавших к слову рыбаство у нас продолжает мурчать и греть палатку уже сегодня у нас вторые или третьи сутки пошли так побережные постовухи у нас тоже молчат василий выступает видит утрешние сладкие весны но я соберу соберу пустовых честно стояли честно никого не засекли смотрите какая красота туман тишина шерп что у нас внутри палатки вытирали ноги вчерашний мой челапчик лежит спасибо герасим васильевич в остатке еще 54 процента за это время было съедено 43 ампер часа здесь у нас 12 градусов короче такая фигня будем собираться потихоньку сюда мы поедем вот ребят конечно с утра мы хотели увидеть вот такую картину даже самый мощный постовуха не сработал не ребят видать погода теплая началась второй день уже чуть ли не плюсовая стоит поэтому налим скорее всего перестал ходить мы уже захватили вот самая-самая мандипуты ну ладно чем на жарешку поймали поймали это слава богу есть сюда мой привести по рыбке уже хорошо свеженькой пожарить вспомнить как мы были на реке и ловили налима сейчас мы уже более-менее знаем места нашли здесь место где ставить машину можно и изучим еще эту реку вдоль и поперек вот а в конце февраля может быть ну дай бог уже наверное с новым вездеходом поедем съездим посмотрим где тут на него налимы живут уж больно хочется их потрепать за шкирку ну все потихоньку у нас сборы на тебя михалу юрьевич утренние пищеварение выходило хорошо подходит завершению наше путешествие на льдине пример шей к берегу кушаем консерв очки булгур с тушеной говядиной и ребята кстати вот за все время у нас половину аккумулятора сожрала всего как я уже говорил достаточно тепло на улице вебаста так дует поддувает час вот плюс 17 но это здорово я вам скажу ни одна печка рядом не стоит с тем что вот здесь кнопку нажал и ушел все забыл вообще про отопление до двое суток работает точно как третий третий все без подзарядки без этого сам на одном бачке круглосуточно на не выключаем минималку делаем даже здесь тепло было ничего не померзло офигенно осталось по морозам теперь испытать по-хорошему потому что увы мороза так вот не сделаешь завтракаем был булгурчиком он мишка зубы расчесывает и все надо уже выезжать сейчас мы поедем мимо ярославля заберем машину для николая еще оттуда а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 выходить здесь сверху и прогревать всасываемый воздух за счет чего воздух уже будет заходить в вебасту подогретый на выходе будет вообще раскаленный выходить тем самым это нам даст хорошую экономию по энергии потому как воздух уже будет прогреты не минус 25 минус 30 там допустим будет заходить а уже будет минус 5 там 0 градусов вот так вот и уже будет очень хорошо прогреваться в самой вебасти и выходить к нам уже раскаленным до 100 градусов будет достигать температура чего такие вот да девочки забыл открыть вентиляцию не знаю миша не вам показывал нет забыли открыть вентиляцию и бак такой всос сделал мощный поэтому сколько топлива израсходовала сейчас сказать не представляется возможным ну хотя нормально из расходовалась то вот где-то я думаю литров 10 то она выкачала за двое суток но 10 литров солярки на двое суток это ну как бы нормально нормально меньше даже не 10 здесь бачок литров 10 сам где-то наверное литров 7 что очень неплохо я считаю ну вот ребят наша печь упакована это 4 киловатт на вебаста в которой сейчас и глушитель и провода управления выносные и питание провода внутри и шланг для бачка бачок убрали уже вон он на вездеходе стоит в бачке одна треть еще топлива осталось за двое суток вот этот шикарный результат просто нормально поработала и баста будем конечно испытывать при хороших каких-то морозах пока увы таких морозов не видали да мы еще хотим феврале поехать на рыбалку но это уже наверное на двух вездеходах а может быть даже на двух новых вездеходах а кто его знает загадывать не будем посмотрим ребят ну что давайте последнее у нас усилие сбор палатки приступим к последней стадии сборка палатки это самое тот еще геморрой короче будем собирать чистить вытряхивать все упаковывать но блин палатки спасибо было тепло хорошо тем не менее ави баста это вообще вещь но больше никакого газа никаких дров не просто мы для себя так нашли до миши включил и забыл как вспомним дрова копоть аромат дымок в палатке сейчас иди дрова где-то пили на это замечательное инфракрасное излучение до которого рожа красная постоянная лужа под печкой да ну кстати мягко говоря есть у китайцев на алиэкспрессе такие обогреватели уже в сборе в корпусе мы все-таки соберемся наверное и купим вот для того чтобы показать вам качество мы хотим сами проверить качество этой печки китайской цена у нее гораздо гораздо гуманнее ну чтобы понимали где то вот это вот у нас обошлась тысяч 40 наверное вот нам пофиг чего сейчас пишите там комментариях то что дорого еще что-то это наше удобство это нам так хочется нам решать сколько за это платить есть такие же примерно печки но китайские за там что-то около 10 тысяч рублей 10 14 тысяч вот мы закажем для вас специально для вас да и проверим как они будут по качеству протестируем если будет все нормально мы вам дадим ссылочку можете там покупать если не хотите делать себе качественную действительно качественно работающую автономку и так миша не загружает потихонечку наш вездеход ну да да все вот остается такая чистота чайку попили позавтракали еще два раза сейчас соберем вот осталось столы мусор собой вебастик лопатку и погнали дальше на машину поедем поехали в обратную дорогу мусора мусор мусора мусора Продолжение следует... 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 Я охранял Насудопонял Молодец Ребята Ну что Смотрите на чем я еду У меня руль из бардачка торчит Да не Это правильный руль просто Это у мешания из бардачка торчит Такая короче коляска Полный привод Место вагон Класс Мне же самому нравится Ладно буду потихоньку привыкать Ну вон Мишанька едет Писельники есть Вот Например эта машинка Она очень узенькая такая Ну вот маленькая да Компактная достаточно И Блин я здесь не ощущаю Какие то отличия С правым рулем там Чтобы какие то были проблемы Едешь и едешь Отлично Мне очень нравится машинка О ребят Резвый бусик Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха 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 Хорошая машинка Снаружи небольшая Внутри просторная Места много Моторчик приемистый Полный привод у нее Есть блокировка Межмостового дифференциала Хороший городской проходимец Вон сколько мы идем 98-900 Вот так, ребят, мишку обогнал я Ну что, я уже, можно сказать, вкатался, ребят Единственное, поворотники с дворниками путаю еще А так нормально ехать вообще Тема Я думаю, дня за три бы я бы вообще это самошпарил Уже как будто всегда ездил на пруле Спидометр радует, блин, огромный Ребят, сейчас вот читал в инстаграме Комментарии ваши По поводу того, что у нас Ну, я сразу сказал, что у нас там не очень сильно клевало Сразу пишут, там, езжайте на рыбалку туда-то, 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 туда-то Знаете, с нынешними правилами рыболовства Вообще смысла нет ездить куда-то далеко на рыбалку Потому как По закону ты можешь вывезти всего лишь 10 килограмм рыбы на человека Двухсуточная норма вылова должна быть вывезена с места лова Нормально? Куда? То есть, если я сейчас везу домой 50 килограмм рыбы, я уже браконьер Там или пусть 20 килограмм даже Все, вот мы с Мишкой можем максимум привезти 20 килограмм Смысл на эту рыбалку ездить сейчас Поэтому, ребят, мы вот точно не за рыбой ездим Мы раньше за рыбой ездили, а сейчас еще меньше хочется за рыбой гонять Вон, видите, у нас мешок на крыше Вот там лежит три налима И мы довольны Кто-то скажет, что они золотые Блин, для нас они вообще бесценные, ребят Потому что мы их сами поймали Можно было на эти деньги купить семги, там, не знаю, килограмм Ну, сейчас скажу вам Килограмм 30 бы семги можно было купить или форели Такой, свежатенький, хороший Но у нас есть три налима Они у нас самые лучшие Ха, блин, машинка мне нравится вообще Дыр-дыр-дыр-дыр Вот так окно только закидывает здесь Вот это мне не нравится В общем, кто-то под себя закон затачивает Скоро будут оброк делать Хочешь безразмерно ловить Покупай лицензию И лови А нет лицензии, значит, пять килограмм в день И норма вывоза за двое суток, не более То есть приехали вы на неделю По факту вы можете поймать Только десять килограмм рыбы Ну, либо вам ее надо съесть Потому что если у вас будет За пять дней, там, двадцать пять килограмм То вы уже будете браконьером Вы должны двухсуточную норму Вывести Вот так вот Как сейчас будут треску возить с Мурманска И с Астрахани рыбу будут как возить Эй, я, честно говоря, не знаю Сейчас шибанет, это нормально Будут, наверное, гайцы проверять там вместе Здравствуй, Московская область Народ, привет Всем, кто смотрит нас в Московской области, Москве И вообще по всей стране Всем, всем прям, ух Какое приветище Ура, Московская область Вот так и закончилась наша рыбалка Всем спасибо За то, что вы нас смотрели И, да, если будет нужен вездеход Обращайтесь Сайт GerasimSherb.ru Пока